Давайте поговорим с Ириной Бараган, представитель сайта Агентура.ру, человек, который очень много знает про спецслужбы. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Да, ну смотрите, конечно, когда мы начинали готовить новость, у нас еще не было на руках опровержения. Вот сейчас пришло опровержение. Яндекс.Текси заявляет, что ФСБ не получила доступ к информации о поездках вне России. Но, конечно, когда ФСБшник шешевелит губами, он, скорее всего, уверет. На ваш взгляд, действительно ли технически это возможно? И мы с вами не техники, по крайней мере, я. Но можем ли вы с вами говорить о том, что ФСБ, в принципе, интересно, как передвигается кто-либо за пределами Российской Федерации? Ну да, мы с вами не техники, я тоже не техник. Конечно, интересно. Интерес этот был всегда, но сейчас этот интерес подтвержден законом и постановлением правительства, которое обязывает сервисы такси предоставлять данные о поездках своих клиентов. Конечно, интересно, потому что узнать о человеке все можно, рассмотрев его банковские платежи, где всегда указано, где он и что покупает, или получив данные о поездках на такси. Но дело в том, что в России, например, люди часто... Ну вот я, например, когда жила в России, я пользовалась везде, где возможно, а в России, возможно, это очень много, где я пользовалась кэшем. То есть таким образом отследить, куда я хожу, как я хожу, где я хожу, было очень сложно. Но, пользуясь Яндекс.Такси и другими такими сервисами, ты не можешь платить кэшем. То есть это невозможно. И это единственное, как можно было, например, узнать, когда я еду в аэропорт, когда я еду в какие-то места, куда я езжу постоянно, и что-то там такое приготовить. Да, мы тоже в стране Балтики знаем, что Яндекс.Такси хоть и действует, но действительно там платить можно только наличкой. А вот провокационный вопрос, но не могу не задать. Много говорилось про Яндекс в последние дни, в свете вот этого кейса Аркадия Воложа. Это контора, которая очень сейчас сотрудничает с ФСБ или нет, на ваш взгляд? Действительно ли у них все данные открыты, и действительно ли они должны через спецслужбы это все проводить? Находясь в России, есть ли это, или это преувеличено, на ваш взгляд? Ну, понимаете, что вы не можете, находясь в России и осуществляя услуги в России, не сотрудничать со спецслужбами, потому что вам закон предписывает сотрудничество со спецслужбами. Поэтому тут ответ очень простой, да, они сотрудничают, не могут не сотрудничать. Это выглядит и в порядке согласования материалов, которые у них выходят, или они могут показывать поисковые запросы? То есть есть ли какой-то предел, на ваш взгляд, их сотрудничество? Ну, у нас есть закон, по которому ФСБ может обратиться и спросить любые данные у любой компании, если на это есть постановление суда. Но это сложная процедура, она требует очень длительное. Надо ходить в суд, получать ордер. Но есть другой порядок, например. Это такой, так называемый, спецкомплекс оперативных мероприятий, СОРМ, который, это просто бэкдор, который стоит на всех телекоммуникациях, и ФСБ получает негласный, секретный доступ ко всем переговорам, переписке, видео и так далее. И, насколько я понимаю, вот этот новый закон про такси, он должен обеспечить ФСБшникам такой же точно негласный в режиме онлайн постоянный доступ ко всем сервисам такси. И прежде всего к Яндекс.Такси, потому что Яндекс.Такси внесен вот в этот реестр, который называется, извините, реестром распространения информации, реестром организаторов распространения информации. Вот, поэтому как бы да. Спасибо, да, строгий, да, и определенный ответ. Еще на что мне хочется обратить внимание, раз мы сегодня с вами общаемся, вы по-прежнему, и спасибо вам, развиваете сайт Агентура.ру. И на днях была публикация, мне кажется, незаконно обойденная вниманием широким, о Москва-Сити, про то, что Крема демонстрирует после атак на Москва-Сити беспилотников такое спокойствие, но, судя по всему, напугала эта ситуация чиновников, сотрудников крупных корпораций, чьи офисы размещались в пострадавших небоскребах. Во-первых, хочется вас спросить, на ваш взгляд, эти удары по Москва-Сити, они были ударом просто по крупным, важным для Москвы зданиям, или все-таки похоже на то, что это были удары по центру принятия решений, хотя почему бы и не так это назвать, по центру принятия решений, и важным для российского государства структурам. Действительно ли, на ваш взгляд, это был акцентированный удар в эту сторону? Ну, это, конечно, башня министерств, куда два раза прилетело, это, конечно, не центр принятия решений, все-таки это не Кремль, не Белый дом, не Старая площадь. Это здание, высотка, небоскреб, очень красивые суперсовременные, с классными офисами, где очень многие люди мечтают работать, но это, в этой конкретной высотке размещаются три министерства, Минцифры, Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли. И все эти три министерства, они очень, помимо того, что они ведут много гражданской деятельности, они являются очень важными для ведения войны на Украине, для того, чтобы обеспечивать нужды Министерства обороны, поскольку они занимаются развитием, все эти министерства вовлечены в программу импортозамещения, то есть они или должны обеспечивать, как Минцифры, производство новых чипов, или они должны обеспечивать налаживание серых скем, по которым можно ввести импортные чипы, или они должны все вместе, все эти три министерства, участвовать в программе развития дронов, которые, в общем-то, атакуют мирное население на Украине ежедневно, в Украине ежедневно, или они должны еще как-то помогать российскому военно-промышленному комплексу и вот этой вот совершенно беззаконной и агрессивной войне в Украине. Поэтому сказать, что они как бы совершенно не имеют никакого отношения к гибели мирных жителей на территории Украины нельзя. И те совещания, в которых они участвуют, это вот, ну, какого рода совещания, проводит Путин совещание, там сидит директор ФСБ, представитель Минобороны и представители этих трех министерств и ведомств. И рассуждают они, например, о том, как это было в апреле, как развить программу беспилотников, как обеспечить выполнение госзаказа беспилотников. Я правильно понимаю, что они сейчас напуганы, те, кто работали в этих самых зданиях, то есть они не особенно хотят идти на работу, они переживают, что по ним может прилететь. Не говоря уже о министре и рядовой сотруднике тоже. Ну, конечно, люди напуганы, а вы бы не напугались, если к вам бы в офис прилетел беспилотник, оставил, разбил стекла, там вообще разрушены кабинеты, и прилетает он, причем два дня подряд, и никто не знает, в какой момент он еще пролетит, в третий, в четвертый, в пятый раз. А, конечно, напуганы люди, и многие из них просто не имеют никакого отношения к военному программу. Какие-то люди имеют, но страшно всем. Они в любом случае являются гражданскими людьми, они не являются военными. Привет, друзья! Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Станетесь спонсором канала здесь, на YouTube, либо на Patreon. Спасибо вам, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok